Продолжение следует... В отношении личной, семейной и общественной нравственности. Не больше и не меньше. Вот и мы с вами, кажется, этот вопрос начали, но так решили не закончить, потому что очень жалко было расставаться с таким интересным вопросом, особенно который касается семьи и всех проблем, связанных с нею. В отношении понимания семьи я вам ещё не успел, наверное, зачитать, как смотрит Иоанн Затауст. Он именует семью малой церковью. Цитирую. Скажу ещё и то, что брак – это таинственное изображение церкви. Стоит остановиться немножко на этом вопросе. Сплошь и рядом смотрят на цель семьи только с той точки зрения, которая была присуща всему ветхозаветному человечеству и, в том числе, и самой ветхозаветной религии. Цель – дети. Если вы обратитесь даже к нашему чину венчания, то вы найдёте там множество как раз этих слов и идей. А если мы обратимся к святым отцам, то они, оказывается, совершенно иначе смотрят на этот вопрос. Цель вступления... Цель... Я говорю сейчас не причины, а цель. О причинах отдельно поговорим. Да. Цель, оказывается, брака заключается не в чаду родия, выражусь этим словом. Правда, у меня тётушка была такая, она 1903 года. Она давно скончалась, но она мне говорила – чудо родия. Я был попытался её исправить, но тут мне досталось на орехи, я замолчал тут же. Она-то точно знает, что цель брака – чудо родия, а не чадо родия. Правда же. Надеюсь, вы это усвоите себе тоже. Так вот, христианство, православие в частности, смотрит на это совершенно иначе. Цель брака, цель семьи заключается в том, чтобы вместе, вместе, помогая друг другу, достигать цели христианской жизни. Почему вместе? Почему бы не отдельно? Ну, находятся, есть люди, очень немногие, которые и в отдельности пытаются это делать. Некоторые из них принимают монашество, например. Ходят там в пустыне. Антоний Великий не был монахом, вы же знаете. Нет, я ошибся, наверное, что-нибудь, да? По-моему, ещё тогда и чинопострижения даже не было. Не было этого, не было института как такового монашества. Он был мирянином с точки зрения наших современных церковных канонов. Мирянином, потому что сана он тоже не имел. А говорят, что благодать всё-таки у него была. Церковь её даже назвала великим. Так вот, есть люди, это немногие, у которых, видимо, такое сильное горение души, стремление к осуществлению жизни по Евангелию, что они могут и в одиночестве идти по этому пути. Но таковых людей всегда было немного. Причина в чём? Дело в том, что в человеке, вы прекрасно это знаете, два начала, как бы два начала. Эти два начала не были противоборствующими. Человек сотворён из души и тела изначально, и они были в полной гармонии. Но произошло то, что вам известно, и реальность современного состояния человека, современного – это то есть после грехопадения, такова, которую очень хорошо выразил поэт. Ах, две души живут в груди моей, и рвутся врозь, и жаждут разделения. Ум говорит одно. Представьте себе, человек глубоко убеждённый, понимающий смысл христианской жизни, твёрдо верящий в то, что мы не имеем сде пребывающего града, а грядущего взыскуем. Понимающий, всю бессмыслицу, если хотите, этой жизни, если нет жизни вечной, всё понимающий, так верящий. И в то же время действует и другая сторона человеческой природы. Та сторона, которую мы называем природой уже этой, той природой, которой человек сопричастен всем тварям земным. Помните, что пишет апостол Павел? «В избежание блуда каждый имеет свою жену». Прямо указал причину, основную причину. Вы что думаете, женится даже и в ветхом завете только ради того, чтобы иметь детей? Это, видимо, цель брака. Причина же всегда была одна, и она известна. Вот она причина – природа. И с природой бороться – это невозможно. Это только, знаете, в наши «счастливые», в кавычках, атеистические времена кричали лозунги «будем, борьба с природой, победим природу, станем господами природы» и так далее. Какая глупость! Ну, победите вы закон тяготения! Победите! Прыгайте с колокольни! Что от вас останется? Не борьба с природой, а изучение природы. Как говорили стойки, помните, говорили? «Живи согласно с природой». Согласно не в том смысле, чтобы подчиняться всем низменным инстинктам, а согласно той соответствии с законами природы, изучая их и разумно относясь к своей жизни в этой природе. Так вот, эти два начала присутствуют в человеке. Я говорю вам, что немногие, которые способны к жизни не противоприродной, не противоестественной, как это иногда говорится о монашестве, а то, здесь нужно употребить слово, которое, по-моему, очень точно, очень точно означает этот характер жизни. Это не противоестественное, а вышеестественный образ жизни. Знаете, разница очень большая. Против – когда мы боремся против чего-то. И выше – когда мы поднимаемся над чем-то. Ведь когда мы воздерживаем свой аппетит, то мы же не против поступаем. Мы не против. Мы немножко поднимаемся над уровнем обычной животной, стихийной, природной жизни. Просто поднимаемся несколько. Так вот, и человек, он может жить и выше естественной жизни. Но что для этого нужно? Я думаю, что уж в Академии-то вы, наверное, тщательно изучаете такой серьезнейший вопрос – что такое монашество? Что оно есть? Каковы его цели? Каковы причины? При каком только условии может человек пойти в монашество? Два слова скажу об этом, поскольку это вопрос, он остается, всю историю церкви пока еще остается, этот вопрос, хотя он все более умаляется, но стоит сказать. Первое, на что следует обратить внимание, по учении святых отцов, и здесь можно вам прям привести целый ряд об этом по специальному, но я думаю, вы по нравственному богословию это проходите. Специально бы надо говорить. Первое, что можно идти в монашество только по... Дальше стоит вот это несколько загадочное слово. По призванию. Ни в коем случае нельзя идти в монашество вдруг в результате какой-то трагедии, там, семейной, личной трагедии, каких-то трагических событий, там, в своей жизни. Неважно, их, может быть, сами понимаете, бесчисленное множество. Нельзя. Почему? Это скоро утихает. Время затягивает вот эту рану, которая сейчас возникла. И ты потом, человек, окажешься опять один на один с тем, из области чего, из власти чего ты не вышел, то есть в области, в атмосфере жизни этой природы. И тогда наступает поистине трагедия. Человек, который вступает в монашество из-за каких-то неприятностей, происшедших в жизни, или вступающий в монашество по увлечению, вот там, в другой, в третий, особенно, когда видит форму, увлекается там формой, ещё чем-нибудь, этот человек совершает глупейший, неразумнейший поступок, которым он наносит себе очень часто неисцельную болезнь. Если бы вы почитали, например, творение святителя Игнатия Брянчанинова, что он пишет о монастырях, это середина XIX века. Вы знаете, это даже нельзя, по-моему, публиковать. Я думаю, что против него вот-вот начнётся восстание, сильнейшее восстание против него. Он говорит, вопреки устоявшимся мнениям, которые распространились вот в нашей среде, что он пишет, что творится с монахами, которые идут не по призванию. Идут по причине каких-то, может быть, болезней, невозможности устроить свою семейную здесь жизнь, по каким-то случайным трагедиям или драмам, которые произошли в жизни. Многие идут по причине болезней уже таких существенных, и которые идут и надевают на себя такое бремя, от которого потом не только стонут, а бросаются в различные ужасные извращения. Пьянство, например, это одно из самых таких, я бы сказал, даже элементарных. Хоть водкой залить. Нельзя! Вы слышите, святые отцы, категорически запрещают. Прежде чем ты хочешь ступить на путь монашества, посмотри, есть ли у тебя действительно искание, искание того, что называется сутью монашества. В чём же его суть? Самое существенное делание. Умное делание. Они называют умное делание. Под умным деланием, разумеется, умение молитвы, искание молитвы. Даже если употреблю такое слово упражнение в молитве. Это не мои слова. То есть у человека есть вот этот огонёк горения. Знаете, как вот у человека, увлёкшись чем-нибудь, говорят, у него хобби то-то или то-то, какой-нибудь мотоцикл. И он с ума сходит. Ломает себе руки, ноги, головы и так далее. Не может без... Он весь, весь в этих мотоциклах. Больше ему ничего на свете не надо. Вот если у человека есть вот это вот стремление, огонёк, а некоторые люди, да, рождаются именно с этим. Помните притчу о талантах? Одному дал пять талантов, другому два, третьему один. И вот мы находим в истории как других церквей, так и русской церкви этих пяти талантливых людей. Вот Сергий Преподобный. Посмотрите, это поразительно на нём, что сказалось. Он родился таким. Не приобрёл. Он же родился пяти талантливым. Но он потом на эти пять талантов приобрёл другие. Посмотрите, как Господь устроил. Даже по постным дням он молоко матери не брал. И так далее. есть люди, которые не могли просто, просто не могли жить, не решив себе главной вот этой задачи, есть Бог или нет. Вот начало XX века как раз характеризовалось каким-то очень интересным таким моментом. Появилась буквально целая плеяда интереснейших, часто выдающихся по своим талантам, способностям людей, которых потом назвали богоискателями. Многие из них от полного атеизма, материализма, марксизма пришли к вере православной. Одни из них, одних из них, я бы сказал так, мучил вопрос чисто интеллектуально, чисто рассудочно. И они так и остались, даже приняв православие, они так и остались внешними философами. Другие, другие – нет. Другие – всё бросили. Вот меня особенно поражает вот этот случай вот Игумен Никон Воробьёв, который принимает в 31-м году принять монашество Исан. Вы знаете, что это такое. Буквально через два года его арестовывают в тот же самый день, в тот же самый день, день пострига, да. Страшные – это лагеря. Комсомольск на Амуре. Первый – он говорит, я комсомолец. Первый – пристроить. Какие ужасы! Какие издевательства невероятные! Что ж было! Это поразительный огонь! Но он сам говорил, какова степень была этого искания. Искание именно! Где же истина? поступает в школе, учится, реальном училище, весь бросается в науку, здесь всё порывает с верой, Бога нет, наука открывает человеку будущее. Погружается в всё, что можно. К концу, в старших классах, бросается в философию, видя, что наука просто проблемами смысла жизни не занимается. Причём с такой увлечённостью занимается философией. Изучает специально французские и немецкие языки, чтобы читать в подлинниках. Особенно был увлечён Бергсоном, французским этим философом. Читает их. Преподаватели даже к нему иногда приходят за какими-то вопросами, ну, частными по вопросам философии. Знали его увлечённость. Инсервировался йогой. Помните, я вам рассказывал, как один из его друзей продемонстрировал силу своей мысли? Помните, да? Когда волдырь у него на их глазах. Это была эпоха увлечений. Они собрались в небольшой комнате, закрытой очень хорошо, от звуков, от всего. И один из них, который далеко продвинулся, положил руку на стол, и на их глазах они увидели, как начинается покраснение кожи на тыльной стороне. в ладони. Оно всё увеличилось, это покраснение. Потом, говорит, мы с ужасом смотрим, начинает подниматься кожа. Образуется волдырь, как от ожога. И на наших глазах затем этот волдырь лопается. Говорит, это была рана, которая очень-очень долго у него не заживала. Кстати, вот объяснение стигмата. Пожалуйста, этот случай запомните, он вам пригодится. Вот он объяснение. Вы же помните суть подвига Франциско-Ассистского? Помните? Компасио, сострадание Христа. Увидели даже картины, когда они как безумные смотрят на распятие. Стараясь что? Пережить страдание Христа. Где пережить? Здесь его пронзили, здесь, значит, боль. Сосредоточение, в течение многих лет, внимание, это страшное переживание, вот это стремление пережить это, приводит некоторых людей, особенно, видимо, расположенных к этому, к стигматам. Вот пример вот этого нарыва великолепно обнаруживает природу стигмата. Никакой благодати нет. Сила воображения, сила напряжения, внимания, концентрации внимания. Так вот, я говорю, вот вам, пожалуйста, человек, который, разочаровавшись в философии, изучив то, что было, бросается в психологию, поступает в институт, убеждается, что там душой никто никогда и не занимался. Эта психология западная занимается исключительно кожей, как он выражался, кожей, а не душой. Человек дошёл до отчаяния, увидел бессмыслицу всего этого, на грани самоубийства уже оказался. И однажды ночью, вот это он сам передавал, когда он взмолился Богу. Господи, если ты есть, откройся мне. Ты же видишь, что я никакой корысти не имею. Мне ничего не надо. И вот один из примеров. Бог открылся. Он говорит, он открылся с такой силой, что уже у меня не осталось никаких сомнений в том, что он есть. И, кстати, любопытная очень вещь, что вот эти поразительные внутренние откровения иногда сопрегаются с внешними проявлениями этого действия Божьего. Он говорит, я услышал мощный, мерный звон колокола. Сначала я подумал, что это где-то в соседнем монастыре звонят. Потом посмотрел, так ночь. Этот звон не прекращался, у него в течение, по-моему, трёх дней. Вот после этого человек повёл подвижническую буквально жизнь. Достаточным, по-моему, фактом является, когда он принял монашество. Вот это люди, которые имеют пять талантов, я вам говорю. Что такое пять талантов? Что такое талант, о котором говорит притча? Огонь искания истины. Вы слышите? Огонь искания истины, искания смысла жизни. Не эта ползучая жизнь, как она идёт, так и идёт. Не это животное, только искание хлеба насущного и больше ничего, и развлечений, а искание смысла этой жизни. Вот. Эти люди, эти люди действительно свидетельствуют, им дано пять талантов. Вы поняли, о каких талантах речь идёт. Не об этих глупых, когда говорят. У неё талант гонять в футбол. И давай совершенствуй этот талант, и ты всё, и ты угодишь Богу. Или талант в карты играть, например. О, знаете ли. Вообще замечательно. Под талантами в притче разумеется, одно только. Вот этот этот огонёк у кого-то, у кого-то огонь, у кого-то огонёк, у кого-то лён курящийся, искание, искание вот этого смысла жизни, этой истины, искание Бога. Все мы рождаемся с разными талантами. Вот те, кого пять талантов, там, конечно, они могли пойти по пути выше естественной жизнью. Могли, шли, и действительно приобретали очень многое. Большинство людей, как и мы с вами, дай Бог, если имеем, не знаю, десятую, один процент таланта. Поэтому наша жизнь, она тлеет. Знаете, как вот головешка часто тлеет? Некоторые, хоть ещё ничего такого, может быть, смолистая головешка, так приятно всё-таки. А другие такое зловоние издают. Ну, другие люди, не я. У меня-то, у меня-то смолистая, конечно, я-то тлею смолистой дымом. Вы сами понимаете, надеюсь, вы уже знакомы со мной. А у других-то такое зловоние идёт от этой тлеющей головешки, что и невозможно и продыхнуть даже. Вот, друзья мои, значит, есть, возможно, жизнь в наших условиях выше естественная. Возможно, но для этого нужен вот этот огонёк, нужен этот талант, и беда происходит с человеком, если он, имея почти ноль талантов, возмнит, что он имеет пять талантов, принимает постриг, одевает на себе всё, получает меч духовный и ходит, размахивает им, и начинается скоро братание, выпивка, гуляние, светская жизнь, но в монашеской ряде, конечно. Не подумайте. Это трагедия. Я вам скажу, это трагедия. Как это может трагедия выражаться в других формах, я вам скажу. Достаточно посмотреть на Запад. Там изначально единое монашество. Вы слышите, на Востоке и Западе одно только знали монашество. Там появились масса орденов, монашеские ордена, которые обозначили свои функции. одни служить бедным, другие служить образованию, науке, третьи заниматься благотворительностью. Ну, масса. Вы же знаете, это разные ордена с своими функциями. Получается, что это такое, это монашество? Нет, это общество, которые поставили себе вот такую цель. Ну, пожалуйста, в общество вступай, если ты хочешь. Но не называй монашеством то, что является им. Изначально монашество – это есть отречение от мира. Изначально. Посмотрите, куда уходили все, как древние египетские пустынники, так наши русские. Посмотрите, все уходили в леса, в болоты, подальше от всего, потому что невозможно достичь вот этих духовных дарований, находясь в поврассеянности жизнью. Вы слышите? Рассеянность и монашество несовместимы. Почему монашество даже внешним образом ограждали стенами, закрывали ворота? Вы слышите? Чтобы люди-то не входили, не каждого пустят. Что вы? Разве можно? Вот что такое изначально монашество. И вот тогда в этих оранжереях в условиях послушания старцам, которые были, ещё постепенно не иссякали, но были, послушание старшим даже, а не старцам, послушание даже начальнику, игумену и так далее. Здесь, изучая святых отцов и следуя их путями, они действительно могли достигать того, о чём в мире, в миру и подумать даже немыслимо. Вот оно, оказывается, кто мог стать на этот путь безбрачной жизни. Этот огонь, который горел в них и который они подкрепляли своей подвижнической жизнью, давал им возможность преодолеть, препобедить вот те естественные, совсем не греховные, вы слышите? Совсем не греховные, естественные, вот, если хотите, стремление нашей природы давало им возможность преодолеть. Почему? Оказывается, без преодоления этого невозможно достичь другого. Мне как-то понравилась мысль у одного нашего русского философа, у Соловьёва, который сказал, сила духа прямо пропорциональна силе угошаемых страстей. Это верно. Это верно. Это точно. Вы видите, вот в таком состоянии, когда люди находились, когда имели эти таланты, они могли быть ими. Поэтому посмотрите потом, какая деградация произошла. Монастыри начались в городах, или города наступали на монастыри. Началось много людства. Начали монахи, помните, вы знаете, ходить по городам, собирать милостыню. Какой ужас! Иисус посылает молодого монаха, он идёт по городу, там собирает милостыню. Подумайте, подумайте, что это такое. Вот, почитайте хотя бы интересную очень жизнь Зосимы, Зосимы Верховские преподобные, замечательный святой. У него там очень хорошо описано, как его посылают, ему там 25 лет, его в Петербург собирать эту милостыню, что у него возбуждается. Действительно, это естественно, молодой человек же. Да. Какие борения были. Всё написано очень реалистично и хорошо. Понятно. Монашество – это оранжерейные цветки, которым нужны соответствующие условия. На Западе мы видим первый страшный удар, который был нанесён. Бросили огромное, почти весь спектр монашества, то, что называется, бросили куда? на социальное служение. Монах, выходи из кельи и давай общайся. Монах с женщинами, с девицами и прочими всякими. Какой же может быть монах? Я вам скажу, даже ничего не имея, ничего греховного не совершая, внутренняя энергия его духа вся, вся расточается. Как посадить электричество какой-нибудь огромной железяки. И она утечёт, эта энергия. Так и здесь происходит. Это прекрасно понимали. Монах, вышедший из кельи, не вернётся в неё таким же. Вот это очень важно, друзья мои, понимать, особенно в наше время, когда вот эта тенденция вывода монашества из кельи вывода. Прямо, откровенно, откровенно и на лицо проявляет себя. В результате монашества, как тот драгоценный институт, который призван хоть немножко держать в церкви вот эту энергию, духовную энергию, аккумулировать, хоть где-то молитва должна совершаться, где-то подвиг должен иметь место, вы считаете, он растает. Монашество превратится в одну форму. То, что произошло на Западе давным-давно. Поэтому монастыри надо ограждать от всякой деятельности, внешней деятельности, насколько это возможно. Пусть школами и армиями и прочими вещами занимаются приходы, приходы, да, священники, миряне, они должны, их надо готовить. Зачем трогаете монашество? Разве можно монахов посылать на приходы? Вы что? Это убить человека! Так вот, значит, в монашество может вступать только тот человек, который прежде всего должен себя проверить, попробовать жить, жить по-монашески. Сможет ли он в условиях тех, в которых он находится, вот, в реальных условиях? Сможет ли он понести на себе бремя выше естественное? Если нет, не увлекайся, ты сам себя накажешь страшно. Можешь сам погибнуть духовно, и скольких людей соблазнить своею неподобной жизнью? Вот. Так вот, это дело немногих, это удел немногих, совсем немногих. Основное же направление – семья. Семья. Апостол сказал, почему уступают в брак. Вполне понятно. Ничего тут нет, чего-то нехорошего, безобразного. Это естественно. Ничего нет. Сам Господь благословил это, будучи на браке. Сама Церковь благословляет это. Но цель вступления в брак должна быть не чудо-родие, теперь вы, надеюсь, меня понимаете, да, а цель должна быть христианская жизнь. Помочь он ей, она ему, а не детям, воспитание их на христианских началах жизни. Вот цель семьи. Дети же – это естественное следствие врачной жизни. Это естественное следствие. Что же об этом говорить? Само собой, разумеется, и больше ничего. Но не цель как таковая. Я почему об этом так много говорю? У меня поступало много вопросов и на лекциях, и так, и вот всюду какая-то устойчивая эта идея – чадо-родие, чадо-родие. Я говорю, откуда такая ветхозаветчина? Откуда? Мы что? Мы Христа, что ли, уже забыли? Ищите, прежде всего, Царство Божие и правды Его. Это всё приложится, то, что царство Божие и правда Его. Вот закон нашей христианской жизни. На каком бы поприще, на какой бы образ жизни мы не избрали. Вот так, друзья мои. Поэтому семья, семья по христианскому действительно во зрении, это есть малая церковь. как церковь, как церковь, есть корабль спасения, так и каждая семья, это есть, должен быть, корабль спасения вот всех тех, кто образует её. здесь есть ещё в этой докрине, вот эти, в основах социальной концепции, ещё есть несколько моментов, о которых тоже надо с вами поговорить по этому вопросу. Я вам буду зачитывать кое-что, что здесь выделено чёрным шрифтом, как наиболее существенное, я уже говорил вам, и комментировать. Вот ещё. Роль семьи в становлении личности исключительно. Её не могут подменить иные социальные институты. Останавливайтесь на этой фразе. Действительно, сплошь и рядом мы видим сейчас тенденцию, когда родители отдают детей в школу и к педагогам претензии. Вы почему не воспитываете? Замечательно, конечно! Вы почему не воспитываете? У педагога сидит 30 человек, да, и вы почему не воспитываете? Мой мальчик курит и пьёт. Куда вы смотрите? Совершенно верно! Роль семьи исключительно. Если семья не сделает ничего воспитания, то рассчитывать на социальные институты, на школу, какие-то клубы, общество бесполезно. Там, скорее всего, произойдёт обратное. Мы сейчас живём, вступили в такую полосу жизни, когда семья остаётся фактически единственным оплотом возможного воспитания ребёнка. Улица прямо противостоит всему тому, что человек может получить в христианской семье. Школа, увы, вы знаете, во что превращается, превратилась. Не говорю о всяких обществах. Семья остаётся единственным. Здесь задача, задача родителей – выработать иммунитет у ребёнка против всех тех пакостей, с которыми он неминуемо столкнётся. Ошибку допускают, как те родители, которые пытаются до времени полностью оградить ребёнка от всего, а потом он сразу выскакивает и попадает под такой огонь, что справиться потом не может. Такая же ошибка, когда и родители – ну, ничего, ему же надо привыкать, и, пожалуйста, даётся полная свобода ребёнку с кем угодно там общаться, чем угодно заниматься, не обращая внимания на товарищей и друзей – ничего, полная свобода. Такая же ошибка. Я не знаю даже, что хуже, потому что, учтите, первые, когда держат, как, знаете, вот как натянуть, вот, ну-ка, держать, долго не продержишь, а потом эта стрела вылетает убийственным образом. Постепенно требуется приучение, объяснение ребёнку, то, с чем он столкнётся, постепенный выход его туда. Да и невозможно сейчас не выпустить, правда же. В школе уже он соприкасается. Надо постепенно приучать, вырабатывать иммунитет против этого яда, которым наполнена атмосфера сейчас общественной жизни. Вот задача. Каким образом она может быть осуществлена, друзья мои, это вопрос действительно очень серьёзный, но скажу вам так, на первых порах до какого-то небольшого ещё возраста, элементарного, я бы сказал, дошкольного возраста, первое и главнейшее – это поведение родителей. Поведение родителей. Самое главное – дети копируют буквально. Всё слышат и всё видят они. Это глупые родители, которые говорят «Он у меня ничего не видит, он ничего не понимает». Потом буквально по-другому вплоть «Он у меня такой умненький, всё видит». Первый вот этот этап воспитания заключается в том, чтобы сами родители своим примером, своим поведением, своими словами и прочее давали надлежащий образ того человека, которого они хотят воспитать. Затем, я вам скажу уже, особенно после переходного возраста родители должны стать другом. Если до этого это был ещё кто? Начальник. Родители-начальники. Вот, до 15, может, лет, не знаю, примерно. Начальник, который, да, подчас требует слушаться и приказать. Потом учтите, после переходного возраста приказы и прочее могут привести к взрыву, к революции. Вы знаете, сколько детей убегает от родителей по этой причине? Задача родителей стать другом, а не начальником. Дружбу завести нужно для этого, чтобы ребёнок проникся уважением к родителю, увидев в нём пример того, чего он, может быть, редко где видит. Если родители не станут друзьями детей, они не воспитают ребёнка. Не дай Бог, если создаться атмосферой конфликта, легко сейчас создаётся. Она ещё создаётся легко за счёт этой ужасной пропаганды, вот этой, так называемой, свободы. Вы знаете, например, в Америке я говорил вам, по-моему, что сейчас вот пятилетний ребёнок может снять трубку, нажимает кнопку, всё сделано, приезжает полиция. Меня папа оскорбил, меня мама ударила. Суд! Суд! Над родителями! Не сметь прикоснуться к ребёнку, он тут же позвонит, всё! что делается! Представьте, ещё в этом-то возрасте, где ребёнка действительно надо наказать подчас, где его поставить в угол и что-то сделать, действительно требуется, что делают! О, куда идут законы! Скоро придут и к нам! Не беспокойтесь! Мы отставать не будем! Дальше продолжаю! Разрушение семейных связей неизбежно сопряжено с нарушением нормального развития детей и накладывает долгие в известной мере неизладимые отпечатки на всю их последующую жизнь. Разрушение семейных связей. Вы знаете, сейчас я не знаю процент, но, наверное, половина брака распадается. Да, это, конечно, трагедия. Чем обусловленной трагедии? Нашим потрясающим себя любием, отсутствием этих знаний элементарных начал христианской жизни. Нет терпения, нет великодушия по отношению к другому. Мужа к жене, жены к мужу. Проистекает всё это из одной простой причины. Мы не видим своих страстей. Повторяю вам, повторяю, когда я вижу, когда я вижу, что я болен, когда у меня болит рука, я не буду осуждать того, у кого болит нога. Трудно осудить другого человека в том, в чём я вижу себя повинным. Трудно. Мы не видим себя, не достигаем, я бы сказал так, первой ступени христианской жизни, первой и самой главной ступени христианской жизни. Какова она? Видение греха своего. Видение того, что я грешный. И когда мы этого не видим, мы так легко соскакиваем на роль судьи, диктатора и палача. Это беда. Вот, оказывается, в чём задача христианского воспитания. Себя самого прежде всего тогда можем воспитывать и других. Невоспитанный не воспитает. Верно, что разрушение семьи самым трагическим образом действует на детей, по-моему, вещь совершенно очевидная, не требующий комментарий. Вот ещё одно. Высоко оценивая общественную роль женщин и приветствуя их политическое, культурное и социальное равноправие с мужчинами, Церковь одновременно противостоит тенденции к умалению роли женщины как супруги и матери. Фундаментальное равенство достоинства полов не упраздняет их естественного различия и не означает тождество их призваний как в семье, так и в обществе. Прекрасный параграф, который был выработан. Действительно так. Я не помню, рассказывал вам или нет, как на одной экуменической конференции в Америке, по-моему, это было. И там был поднят с женщинами и некоторыми мужчинами, кстати, правда, не православными, но архиереями, вопрос о фаминизме и необходимости равенства женщин с мужчинами в области, во всех областях церковной жизни. Полемика, то есть, не полемика, а вот этот взрыв страстей был такой сильный, что бедные мужчины, которых было больше половины, притихли и не знают, что делать даже. Страшно. Попробуй выступить, тебя растерзают буквально. Ну, уж если не руками, то языками. Фаминизм, который на Западе сейчас широкой волной шествует по дорогам, пути, сейчас приобрёл тяжёлые формы. Вы же знаете, что требует рукоположение и в сан, и в архиерейский сан, да, это имеет уже место. Я что хочу сказать? Вот в связи с этим, я помню, мне пришла мысль, я хочу поделиться с вами. И я выступил, сказал, что не забудьте, что мы все, всё человечество представляет из себя единый организм. Точно так же, как мы с вами в своей индивидуальности являемся организмом. Но в организме есть голова, есть сердце. И не дай Бог, чтобы сердце превратилось в голову. Кажется хорошо. О, без сердца человек да избавит Бог. Беда, если и голова превратится в сердце. Без головы человек, мы знаем, что это такое. Я говорю, вот поэтому мы должны же понять, что есть разные функции, которые должны исполнять мужчины и женщины. Бесспорно, то, что по природе своей, по природе своей, мужчины прежде всего именно мыслят, живут именно головой. У них меньше сердца, больше головы. У женщин напротив. И мы должны это понимать и не смешивать те различные реальности, которыми представляет себя мужчина и женщина. Надо же понимать это. Ну, слава Богу, что за это выступление хоть не было терзаний, просто, всё, было молчание и всё. Не одобрение, но не было и осуждение. Это уже был успех, конечно. Так вот, сейчас тенденция страшная. Вы думаете, речь уже идёт о равноправии, что ли? Ну, что? Речь идёт вовсе не о равноправии. Тезис равноправия – это на самом деле только своего рода уловка. На самом деле речь идёт не о равноправии, а о главенстве, о перевёртывании человеческого существа. Равенство требует гармонии, а в гармонии каждый должен исполнять свою функцию. Голова свою функцию и сердце свою функцию должны исполнять. Тогда только будет гармония, тогда будет нормальная жизнь. Если мы всё это перевернём, никогда сердце не сможет быть головой, а голова сердцем. И когда будет нарушено это взаимоотношение, тогда надо ожидать серьёзнейших катаклизмов в общественной жизни. В церковной жизни, по крайней мере, они уже происходят, когда на Западе. Вы знаете, какое разделение там происходит церква? В той же Англии, например, в англиканской церкви. Целый ряд приходов епархии буквально восстали против решения Англиканского Синода о рукоположении женщин в сан. Не признают этого. Я помню американских баптистов, там это громадная организация, чуть ли не одна из самых мощных. Я помню, они прямо заявили, что у нас не будет женщин-пасторов. Однажды мы заседали в лютеранском, представляете, это интересно, кстати, в лютеранском женском монастыре. Вы же помните, что одним из первых шагов лютера была борьба с монашеством. Он сам монах, женился на монашке. Упразднение монашества. Сейчас, кстати, в результате икуменической деятельности появились лютеранские монастыри. Вот в одном мы заседали и помню, как мы спросили игуменью, а почему у вас священник, а не священница? На это она ответила очень грозно. Пока я здесь игумене, не будет здесь священница. Да. Очень грозно ответила. Вот так. Так что разделение там идет. Разделение в западном даже христианском мире, в этих неправославных церквах, подчас очень сильное разделение по этому вопросу. Но, видимо, это то, что и требуется сатане. Разделяй и властвуй. Это разделение порождает, что антагонизм, вражду, нестроение, разрушение общественного мира – то, что и требуется. А что еще нужно? Действительно, разделяй и властвуй. Так вот, действительно, фундаментальное равенство, достоинство не упраздняет их естественного различия. Вся история человечества является великолепной иллюстрацией того, как эти естественные различия всегда были четко выражены. А то, что были всякие перегибы, ну, слушайте, где их нет? Нет ни одной доброй вещи, которую нельзя было бы испортить. Все можно испортить. Но вот этот основной принцип, он свято соблюдался. Естественные различия всегда были очень строго очерчены. стремление уничтожить или свести к минимуму естественные разделения в общественной сфере не свойственно церковному разуму. Половые различия, подобно различиям социальным и этническим, не затрудняют доступа ко спасению, который Христос принёс для всех людей. Речь вот о чём? Ведь речь на Западе, что будто бы недопущение женщин к сану, это уже есть дискриминация женщин. Представляете? Приходится только говорить одно, что дискриминирован мужчины, почему они не могут рожать детей только от ниженщины? Это нарушение прав человека. Правда же? Видимо, только это осталось говорить. Подчёркивается здесь очень хорошо в этих основах, что добродетель целомудрия, проповедуемая церковью, является основой внутреннего единства человеческой личности. Верно. Об этой добродетели сейчас почти не принято говорить. По крайней мере, в миру это вызывает только кислые улыбки и насмешки. Забыли самое главное. Там, где нет целостности, вот этого целомудрия, хотя бы касающегося даже одной сферы, половой жизни, половой сферы жизни человека, там не может быть цельности личности. Запомните, пожалуйста, развратный человек, не пекущийся от целомудрия, не может иметь семейного счастья. Почему? По очень простой причине. Он всё время будет смотреть по сторонам, он или она, неважно, по сторонам, а здесь лучше, вот так красивее, этот богаче и так далее. Не будет счастья внутри человеческой души, не будет её и внутри семьи. Недаром так все религии заботились о целомудрии. Сейчас, вы знаете, в Саудовской Аравии, интересно, я раз в день слушаю всё-таки радио «Последнее известие». в Саудовской Аравии, что сейчас там вдруг поймали, где человек 400 иностранцев, ну, какой-то устроили бал, там пили вино, там были женщины и мужчины, танцевали и так далее. Вот, поймали их, и иностранцев в защиту всех, там человек 200 с лишним, там мужчин, не помню сколько, их плётками будут наказывать плетью, а женщин что-то пока не говорят, но не знаю, очень крепкие меры. Плетью вот так, потому что с точки зрения исламских законов, которые там танцевать женщинами, вы что, с ума сошли? Это что такое? Пить вино там это? Но вообще они нарушили законы и им, так сказать, всыпят или уже всыпали и, наверное, долго будут чесаться. Будет вспоминать этот счастливый бал в Саудовской Аравии. Но вообще интересный случай, надо сказать. Эти счастливчики, не знаю, как они потом будут описывать это в своих воспоминаниях, эти мгновения, 17 мгновений весны. Вот так. Совершенно верно в доктрине, в этой концепции говорится, что счастье полнокровной семейной жизни становится недоступным для блудника. Грех против целомудрия влечёт за собой и негативные социальные последствия. Ясно, какие? Сейчас это беда. Идёт какое-то сознательное оскотинивание человечества. Кто уж эти идеологи, для которых все люди это скоты оказывается? и поскольку они ещё сразу скотами не хотят стать, ещё на двух ногах стоят, то идёт мощная пропаганда разврата поставить на четвереньки. Никак они ещё не поймут, что они скоты, а не люди. Впечатление такое, потому что кому нужна эта развращённая реклама? Эти журналы, эти фильмы, это телевидение? Кому? Скажите! Никому! Идёт именно целеустремлённая пропаганда разрушения человеческой личности, разрушения человеческого общества. Видимо, готовят к антихристу. Ему нужны же будут не люди, а скоты. Люди ему не нужны, он же антихрист. Это Христу нужен человек. Поэтому Христос смирился, приняв образ в зрак раба, чтобы людей возвести к божественному достоинству. А здесь антихрист – низвести человека даже с простого человеческого достоинства, низвести его до скотского образа. Вы понимаете тенденции? Это реальная тенденция, вы слышите? Это надо понимать. Христос возводит их христианство. Вот та тенденция, которую мы видим, та пропаганда, которая низводит человека, прямо открывает себя источник антихристового действия. Вот что совершается. Причём, если, поскольку мы видим, что эти средства пропаганды обладают неограниченной сейчас свободы, неограниченной властью, мы отсюда можем заключать, какова сила уже этой антихристовой власти в мире. Всё подкапывается. Знаете, как вот крепость, когда берут? Делают подкопы. Крепости даже не подразумевают. Всё хорошо, всё прекрасно. Атаки противника отбиваем, со стен стреляем, как удачно, делаем вылазки. Ура! Мы ещё сколько простоим. Всё хорошо. И вдруг мих, и стены взлетают в воздух. И всё, всё пало. Видимо, к этому что ли, идёт дело, потому что мир буквально подкапывается. Вот социальная концепция, и об этом прям много пишет. Это большой параграф. Пропаганда порока наносит особенный вред неутверждённым душам детей и юношества. Да, когда всё выставляется на показ для кого? Для тех, которые ещё даже естественно не созрели, которые ещё невинные дети, которым знать это ни в коем случае нельзя. Это опасно просто в плане их психологического самосознания. Так вдруг им всё это показывается. То есть с детства убивают душу. Осуждая порнографию и блуд, церковь отнюдь не призывает гнушаться телом или половой близостью, как таковыми. Ибо телесные отношения мужчины и женщины благословлены Богом в браке, где они становятся источником продолжения человеческого рода и выражают целомудренную любовь, вы слышите? Полную общность, единомыслие души телес супругов, о котором церковь молится в чине брачного венчания. Напротивоосуждение заслуживает превращение этих чистых и достойных по замыслу Божьей отношений, а также самого человеческого тела в предмет унизительной эксплуатации и торговли, предназначенной для извлечения эгоистического, безличного, безлюбовного и извращенного удовлетворения. По этой причине церковь неизменно осуждает проституцию и проповедь так называемой свободной любви, совершенно отделяющей телесную близость от личностной и духовной общности, от жертвенности и всецелой ответственности друг за друга, которые осуществимы лишь в пожизненной брачной верности. Вот видите, какие хорошие вещи обозначены в этой социальной доктрине по данному вопросу. Ведь сейчас этот вопрос актуальный, вы же все прекрасно понимаете. очень важно поэтому сейчас тем, кто создает семью, очень важно обозначить определенную дисциплину семейной жизни. Вы знаете, я еще раз говорю, дисциплину семейной жизни. Что подразумевается под этой дисциплиной семейной жизни? Сплошь и рядом наблюдается какая-то хаотическая жизнь семье. Не вовремя едят, кто-то хватает, что хочет, хлопает холодильником, жует в рот, как жвачные животные. Полный беспорядок, беспорядок прежде всего питания. Ой, как он нарушает дисциплину жизни, друзья мои! Посмотрите, как изменилась ситуация даже в плане опять-таки того же питания, я вам говорю, как было в нашей деревне. Вы знаете, за столом ни слова, тут же деревянной ложкой в лоб от отца или от деда, от старшего в семье. В чём дело? А откуда такие странные вещи? Поймите, не случайно Евхаристия есть вкушение хлеба. Хлеб употребляют для Евхаристии, вино для Евхаристии. возводится на уровень тела и крови Христовой вкушение пищи. Вкушение пищи – это, оказывается, святое дело, вы слышите? Это святое дело. Мы занимаемся очень важным делом. Мы питаем своё тело, оно становится способным для жизни, как жизни общественной, так и для жизни духовной. пообратили внимание, какое огромное значение придаётся посту в святоотеческих творениях, в жизни подвижнической. Пост называется часто «матерью всех добродетелей». Как важно в семейной жизни установить вот здесь, вот здесь хотя бы создать какую-то дисциплину в жизни. Ни в коем случае нельзя заставлять ребёнка насильно есть. Можно единственное к чему призывать – к некоторому воздержанию. То есть, точно противоположно тому, что часто делается в семье. Обязательно нужно какое-то дисциплинированное, упорядоченное принимание пищи. Особенно, когда ребёнок уже взрослый. Это ужасно, когда прибегает он, хватает всё, что попало, есть, берёт, хлопает. Родителям дела нет до этого. Он сам по себе, родители сами по себе. Вот, вы знаете, вот этот хаос какой-то жизни. Это ужасно. христианской семье обязательно, насколько это возможно, насколько позволяет это условие. Потому что, сами понимаете, когда работает он, она, работают, дети, тут ясно, насколько это возможно, должна быть дисциплина жизни. И, в первую очередь, дисциплина принятия пищи. Это крайне необходимо для христианского, вы слышите, даже для христианского воспитания человека. Как важно при этом поведение за столом. Обратите на это внимание обязательно. Надо следить за поведением ребёнка за столом, приучать его. Речь вот не о том, чтобы эти светские какие-то привычки, хотя и это пригодится ему затем. Умение вести себя за столом. То же самое. Вы сами понимаете, как можно и хорошо вести, и как можно плохо. Вот эти различные вольности, это вскаки за стола, побежал, прибежал и так далее. Сядь и покушай. Потом, пожалуйста, встань, помолись, поблагодари, иди гуляй. А не так это всё. Вот это, я вам скажу, вот эта свобода хаоса семейной жизни, она разлагает атмосферу души. Это очень серьёзная вещь. Мы часто с вами говорим о возвышеннейших материях, о 101-м этаже и забываем о фундаменте. Здание, построенное на песке, как вы помните, легко обрушится. Поэтому здесь вот обязательно надо обратить внимание на поведение ребёнка за столом, поведение ребёнка, его общение с другими людьми и так далее. Это очень важно. Надо постепенно приучать. Как приучать? Знаете, как? Самому надо таким образом вести себя за столом. Самому надо показать пример, как общаться с людьми. Дети, особенно, пока они маленькие, это попугаи. Копируют они родителей. И когда папа, мама туда-сюда ныряет, бегает, да, без всякой необходимости что-то, то и дети начинают так же себя неблагоговейно вести за столом. За столом должно быть благоговение. Слышите? Благоговение. Происходит очень серьёзное дело, доказано, питание, тело, без которого, без питания, да, мы не можем быть жизнеспособными. Вот традиции, традиции нашей деревенской жизни. Да чего же они были в этом отношении мудры? Мудрость, поразительная мудрость, которая была нарушена. Молчание было даже за столом, а сейчас уж ладно не молчание, об этом уже говорить не приходится, а то собираем за столи концертики ещё нам. Извольте в это время петь нам песни, как в ресторане. И это в церковной среде. То есть мы переходим на ресторанный образ жизни. То есть какой? Языческий. Вы же помните, когда императоры и знатные люди устраивали пиры, то перед ними тут выступали со свирелями, струнными инструментами, девицы полуголые прыгали, пели всякие песни им. И теперь, вы знаете, в церковную среду это проникает. Мы кушаем, мальчики или девочки поют. Это, я вам скажу, беда. Причём, видите, как это незаметно входит, вы слышите? Незаметно это входит постепенно. Недаром святые отцы предупреждали, что антихрист будет принят незаметно. Слышите? Вот она незаметность принятия духоязыческого, то есть антихристового, которое формирует уже соответствующим образом душу и самосознание человека на началах совсем не христианских. Вот так. Так что в вопросах личной, семейной, общественной нравственности, видите, как много интересных есть вопросов, о которых стоит поговорить и подумать. Добавил субтитры